Стоять, не падать. На ближайшие месяцы, когда Самару вновь и вновь будет укутывать снежная пелена, навык безопасного передвижения стоит приобрести не только автомобилистам, но и пешеходам. Главное правило по ледяным дорожкам передвигаться мелкими шажочками. А если потерял равновесие, нужно упасть правильно, чтобы избежать травм. Когда у нас выскальзывает нога одна, мы должны не пытаться выпрямиться, а наоборот мы должны пытаться присесть на ноги и как можно ниже опускаться на ноги и прокатиться по спине. При этом важный момент, что надо голову прижать к груди. Часто бывает люди подскальзывают, падают вперед. При этом важно руки выставить вперед, но не на прямые руки падать, а именно на согнутые руки, чтобы амортизировать падение. Чтобы избежать перелома, нужно подумать и о выкуреплении костей. Для этого стоит сбалансировать питание. Ешьте много овощей, потребляйте достаточно белка и продуктов, богатых кальцием. Конечно же это кальций. Обязательно. Где он у нас обитает? Это в молочных продуктах. Причем в увеличенном потреблении кальция усваивается больше витамин D. Обязательно тоже для нашего опорно-двигательной системы. Также, конечно же, нужно кушать рыбий жир и рыбу. Это источники жиростворимых витаминов. Также они влияют и как на иммунный аппарат, но и на опорно-двигательный. В снежное время года стоит уделить внимание и обуви. От высоких каблуков и остроносых ботинок лучше отказаться. Если на плоской подошве ходить некомфортно, стоит отдать предпочтение зимней обуви на небольшом каблучке, высотой от 2 до 4 сантиметров, который будет разгружать задний отдел стопы. Лучше выбирать ботинки с регулировкой полноты обуви на липучках или шнуровке. Подошва должна быть с рифленым протектором и сделана из нескользящих материалов. Для самарской зимы эксперты рекомендуют подошвы из полиуретана или ПВХ. Людям в возрасте можно дополнительно приобрести ледоступы.